В зоне появилась новая аномалия Сталкер не пьющий Отличительная особенность Не употребляет спиртное Способ обнаружения Идти на усиленное пищание счетчика Гейгера Подъезжают как так бару два Сталкера Один на навороченной Тойоте Другой на раздолбанном таком Ниваке Ну крутой выходит из тачки и видит Тот что на Ниве приехал Дверь никак закрыть не может Ну он ему значит и говорит Мужик ты че уродуешься Кого тут бояться Район спокойный Я тачку вообще никогда не закрываю А тот ему отвечает Да я вот тоже не закрывал Так вчера блин бюреры залезли И все сидушки заболевали Встречаются два Сталкера Помнишь Васю ну того который еще хотел летчиком стать Ну и че? Да он вчера в трамплин попал Ну попал и че? Да ничего Сбылась у человека мечта Полетел Заблудился солдат в зоне ночью Идет и кричит Ребята Товарищ капитан Ну хоть кто нибудь Тут глядь огоньки в кустах горят вроде как глаза Ну он короче заткнулся сразу А из кустов голос нечеловеческий Зачем среди ночи шумишь? Солдат с перепугу штаны напустил Но отвечает Извините я тут это Заблудился как бы Вот кричу Думаю может товарищи услышат А тот в кустах тащится Нет Товарищи не услышат А вот я услышал Только тебе от этого какая польза Ужин ты мой Перехватили значит военные у блокпоста Новичка сталкера и давай парить С какой целью вы в нетрезвом виде Пытались проникнуть на территорию зоны Имея при себе незарегистрированное охотничье ружье И патроны к нему А он значит похмельный Голова как бочка Все задолбала И говорит им Пьяный Конечно пьяный Да если бы я трезвый был Я б за пять километров вас уроды обошел Оставил бывалый сталкер свою машину в кустах Только уходить Видит рядышком с ней уже кровосос ошивается Ну сталкер ему и говорит Валил бы ты отсюда пока цел А тот обиделся Сто лет мол мне твоя машина не нужна А сталкер ему отвечает Машина может и не нужна блин А вот похапщину нацарапать на ней Это вы мастера Пошли однажды два новичка в зону Не успели и пары шагов сделать Глядь на них кровосос напал Новички ясное дело оружие с перепуху Побросали и как рванут в разные стороны Кровосос одного выбрал За ним погнался Тот на дерево А кровосос за ним Второй новичок возвращается Хватает ствол И давай значит в кровососа стрелять Бах! У кровососа правое яйцо в сторону Тварь значит от боли ревет Но по дереву дальше лезет Тот снова Бах! Левое яйцо в сторону У кровососа кровища хлещет Но он все равно вверх лезет Только еще злее стал Бах! Кровососу отрывает черту Последнюю причиндалину Но он все равно не останавливается Тут первый новичок с верхушки дерева Как закричит напарнику В голову! В голову ему стреляй, придурок! Висит на стене бара объявление По поводу празднования Дня Сталкера Организуется выход в глубину зоны Для охоты на монстров И поиска артефактов Сбор всех сталкеров Любителей этого дела Назначен на 6.30 Этого дела брать с собой По 2 литра Приходит новый русский к сталкеру И говорит Эээ, слушаешь ты Мне артефакт нужен Золотая рыбка называется Хочу, как все братаны На шею, чтоб носить, так Ээ, так ведь он и радиоактивный Слышь, ты че мне мозги паришь Радиоактивный, радиопассивный Я ж его не в трусы засуну Студент на экзамене Профессор, понимаете Я не могу сдать математику Потому что в последнее время Совсем не сплю Только глаза закрою Сразу такой кошмар снится Будто меня на заброшенной Атомной станции Окружают страшные мутанты И вот-вот разорвут на кусочки А профессор ему значит и говорит Окончивый институт С теперешними знаниями, молодой человек Наверняка подались бы в сталкеры А там и до кошмара ваших недалеко Но у меня есть верное средство Переэкзаменовку по математике Вы так и не сдали А следовательно будете отчислены И пойдете служить И никаких монстров Ну, кроме разве что дедов Стукнулись крепко, значит, в зоне две нивы Из одной четверо сталкеров вывалили И из другой столько же Слово за слово Мордобой пошел Потом пальба началась А в кустах у дороги сидит контролер И радуется Классное я местечко выбрал И поляну тут удобно с друзьями накрыть Вот только шашлык приготовится Так мы и сядем Поймали как-то долговцы Свободовца Растамана Решили, что надо его потрясти Где чего у свободы спрятано А он, значит, ни в какую не колется Пока не приперло его покурить Дайте, говорит, пыхнуть Я вам все выложу Ну, долговцы вернули ему запас Он косяк забил Раскурию Сидит, кайфует Ну, спрашивают, где? А он в непонятках Так это, ребята, вы чего, сами не видите? У вас артефакты прямо под ногами валяются О, блин! А теперь и небо пошло в алмазах! Офигеть! Попал как-то раз сталкер на экскурсию в ад Ему черт показывают муки, которые грешники терпят Кипящая смола Плетки Раскаленные угли Огонь кругом Бопли Серый воняет Сталкер посмотрел на все это И говорит чертям Ну что, чуваки Тепло у вас тут сухо Да и развлечений побольше, чем у нас на болотах Так что я, пожалуй, тут пока останусь Пробираются, значит, по улицам Припяти Двое сталкеров Один опытный Другой новичок Ну, новичок постоянно сверяется с картой Бывалый только ухмыляется Тут на одном из перекрестков Бывалый как хлопнет себя по лбу Вырвал у новичка карту Глянул Точно! А ну, салага, давай вон к тому дому проберемся Пробрались Бывалый Теперь давай в этот пародняк Зашли Поднялись по лестнице Бывалый говорит Стоп! Ломай эту дверь Новичок с разбегу выносит дверь Бывалый Давай в кухню Ломай вытяжку Новичок, значит, пытается отодрать решетку от стены Пыхтит И спрашивает так с уважением Слышь, а че хоть за артефакт такой, что сам не смог унести? А бывалый ему Какой нахрен артефакт? Я до аварии в этой квартире жил А в вентиляции водку от жены прятал Давай, ломай быстрее! Заползает пьяный сталкер в бар на карачках Поворачивает к стене и начинает ползти вверх Перелазит на потолок, потом по другой стене Сползает к стойке Ну и заказывает бутылку водки Выпивает, значит Достает из рюкзака артефакт Закусывает После этого разворачивается и выползает из бара Один сталкер, значит, обалдел Ну и говорит другому Ты видел? А тот ему Ага Закусил, падла Не те уже времена Раньше порядочный сталкер артефактом занюхивал Учит, значит, соконтролер слепого пса всяким штукам На задних лапах там ходить, мертвым притворяться Дело туговато идет А рядом зомби стоит и прикалывается Ничего у тебя не выйдет, фигней страдаешь А контролер ему пальцем так погрозил и отвечает Слышь, сталкер, заткнись, да? Ты мне тапочки приносить тоже не сразу научился Сидят на берегу озера два сталкера Первый говорит Брешут все по поводу радиации Я тут уже фиг знает, сколько сижу И хоть бы хны А второй ему Точно-точно врут собаки Хотя вот с хвоста почему-то шерсть облизать стала Врачу, что ли, показаться? Как-то один мажор присытился своей халявной жизнью Ну и захотелось ему экстрима Затарился он, значит, самым навороченным броником Волыну наикрутейшую купил Навешал на нее все, что только можно Гайки вообще у ювелира заказал Платиновые В общем, запаковался по полной Ну и отправился в зону В наглую проехал через блокпост Часовому на ходу пачку баксов кинул Едет, значит, по зоне Хеннесси из горла хлещет Колонки какую-то попсу шпарят В общем, как обычно, чувствует себя хозяином жизни А тут вдруг Опа! Хриплый голос в мозгу Слышь, пацан, закурить есть? Учит старый сталкер новичка, как оно в зоне жить Как что делать, как вообще вести себя, чтобы в неприятные ситуации не влипнуть Молодой вдруг спрашивает А представьте такое дело Вот идем мы с вами по зоне И тут со всех сторон монстры Все какие есть А у нас один патрон на двоих У вас в стволе Как вы тогда поступите? Сами застрелитесь А меня на растерзание оставите Или меня застрелите А сами как-то выкручиваться будете Старый сталкер, не раздумывая Говно вопрос Тебя, конечно За то, что накаркал Как-то пропал один долговец Должен был прийти с утра, а нету Ждут его товарищи Беспокоятся В конце концов прибегает Ну, остальные к нему Че случилось-то? Ты куда пропал? А он им Да тут это, значит Решил я с утра тварей в окрестностях немного помочить Как обычно Перемочил два десятка кровососов Пяток бюреров Триста из слепых псов Извел под корень А зомби так и вообще не считал Ну, это понятно А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку Гляжу, а там такой крутой Что даже мне с ним не справиться Забыл, что зеркало у входа Ну, в общем Обделался я со страху Приползает, значит, сталкер Поздно ночью домой В дрова пьяный Жена Опять с девками в кабаках пил Да че ты, какие девки Патруль около зоны замел На блокпосту три часа шмонали Еле упросил, чтобы отпустили И ты, значит, сразу водяры От радости нажрался, сволочь Да какой нажрался? Я же радиацию выводил Не домой же тащить Ну, ладно А засосы на шее? Это все кровосос Выскочил из-за угла А у меня с собой один пистолет Еле ноги унес Жена его как треснет по голове сковородкой Ах ты, сволочь! В следующий раз своего кровососа встретишь Передай Такая помада уже не в моде Свалился как-то на баре Кирпич с трубы Ну и кого-то зашиб Народ переживает, сочувствует Надо же, как не повезло мужику Кирпичом по голове А потом присмотрелись Ёханы бабай, это ж зомби Как от шока отошли Еще больше переживать начали О, это ж надо же Зомби развелось Уже и на баре кирпичу упасть негде Летит, значит, Нива со сталкерами по зоне Аномалии обходит на бешеной скорости Встречных монстров на бампер принимает Влетает на блокпост Проходит его, чуть не столкнувшись с БТРом И уносится по дороге прочь от зоны Пассажиры в полной прострации А водила спокойно так одной рукой вертит баранку В другой держит бутылку пива И время от времени из горла отхлебывает Тут один сталкер малость очухался Ну ты даешь, говорит Ты где так водить научился? А водила смеется Эт че, вот я раньше в Киеве на маршрутке работал В хлам пьяный сталкер В три часа ночи возвращается домой А жена, значит, со сковородкой поджидает Сталкер на карачках влез в квартиру Достал гайку, метнул в сторону туалета Повтыкал, пополз туда Жена это дело молча так наблюдает Ну сталкер проблевался Выполз из туалета Достал гайку, метнул в сторону спальни Повтыкал, пополз Тут жена его со всей дури сковородкой по голове Хрясь! Сталкер раз, отрубился Потом, как в сознание пришел Сразу карту достал, место новой аномалии отмечает и бормочет Вот это фартануло, так фартануло Один кореш спрашивает другого Слышишь, а ты че в зону поперся? Да я из ментовки, с линя, вот решил здесь заныкаться Тю, а в ментовку за шо попал? Да не за шо, ну остановили, как обычно И все им не так, гля, номера грязные Аптечки нет, ехал на красный Ну да, ну по встречке Да, задом пьяный И с пятью столами в багажнике Ну и шо? Заходит как-то братан в бар на Скадовске И говорит бороде Слышишь, браток, бухла мне плесни Борода ему Бокал пива или рюмку водки Тут на еб в натуре Конечно, бокал водки Вернулся сталкер в зону Ну типа дома побывал Ну и жалуется Слышите, толкнул артефакты Купил-то чидло А ее через неделю угнали Второй ему О, мля, невезуха А ты в ментуру ходил? Тот, ходил Сказали, что это не они Мать, короче, присылает пацану нормальному Накичу-маляву Типа, сынок, ты как на крытую пошел По хозяйству жопа полная Весна уже пришла Надо огород там перекопать Картошку и другую муйню посадить Сама нифига не справляюсь А ни одна сука галимая не поможет Ну пацан ей так отписывает Типа, мать, оно и классно Ты огород лучше вообще не трогай Ты так перебейся А то такое выкопаешь Что не только мне срок накинут А и тебя на крытую отправят Матушка такая через неделю пишет Фига себе, родной После твоего письма Менты нам бежали Весь огород перекопали Только не нашли ни хрена Слые такие были Маты да не обогнули А пацан ей так отвечает Ну типа мать, ну чем смог, помог А картошку ты уже как-нибудь Сама посадишь Короче, два братана сидят Трындят Один такой Слышишь, братан Мы же с тобой с малолетки корешаемся А ну давай я тебе на память Что-нибудь наколю Второй такой О, ничего так тема Давай типа танк на спине Но только чтоб красиво Сечешь Обижаешь в натуре А пупена будет Зуб даю Проходит пять минут Кольщик такой Ова Зашибись Готово А второй Тюй, не понял А че так быстро Кольщик Это все четыре буквы Типа идет шо, где, когда Ведущий такой А ща вопрос будет задавать Реальный пацан Вован Вован появляется на экране Ряха такая Уважаемые знатоки Значит два месяца назад Мой дружбан Колян Занял у меня пять косарей И не отдал Сука Месяц назад Колян занял у меня Три косаря И не отдал Сука Неделю назад Он занял Всего полтинник Но тоже Ребаная Не отдал Короче Вопрос Кто Сука Лежит В черном ящике Стоят Типа таких Два конкретных Лоха Сталкера На свалке Один у другого Типа спрашивает Слышишь А я че то не понял Мы им бабло дали Дали А че эти пацаны Куда то свиняли И не танцуют Надь Ну ты дятел Я тебе уже сто раз говорил Гопак И гоп стоп Это по любому Не одна И та же шняга Слепили короче Пацаны Одного Сталкерюга живым Ну и говорят ему О Типа тема Будет кому нам Паряш учистить А он короче Типа тертый фраер Не засал Говорит Братва Я ж вам в натуре Не шестера какая Не олень рогатый Давай мне че почище Ну пацаны Так перетерли Между собой Говорят Да не вопрос мужик Иди вон Из аномалии Барахло жмуриковское Доставать Тот так Подумал Подумал Говорит Я понял пацаны И где эта Параша у вас стоит Перетирают Два кровососа Один другому Такой Ты короче Как на сталкеров Охотишься Тот ему Ну короче Замечаю сталкера Потом вокруг него Такой большой круг Делаю Через пять минут Маленький И только еще Через пять минут Нападаю А первый так Тю Я что то не догнал А в чем вообще Прикол кореш Нафига ты эти круги Типа ж по любому Можно сразу Мяска захавать А второй такой Типа Не брателло Ты тему не сечешь Наехать сразу можно Не вопрос Только тогда Придется его С говном хавать Едут Короче На бэхе По зоне Реальные пацаны Ну значит Типа Остановились Отлить Только зажурчали Тут бах Из темноты Кровосос такой Выскакивает И орет Засосу Пацаны так Переглянулись Спокойно Говорят Спасибо конечно Брата Но мы только С окружной Встречаются Короче Три сталкера На свалке У одного Глаз выбит В натуре У другого Рожа Вся так Конкретно В шрама А у третьего Пальца На ногах Вообще нет Ну типа Стали спрашивать У кого Откуда Такая красота Первый На глаз Показывает И говорит Это я пацанам Хабар зажилил Пришлось отстреливаться Ну все так Типа Уважительно Кивают Нормально Второй На рожу Свой тычет Это я типа Наставив Псевдо Собак Нарвался Все так Уважуха Нормально Респект Смотрят На третьего А тот типа Растерялся Так и молчит Слышишь Кореш А у тебя Че с ногой Случилось Спрашивают Да Говорит У пацанов Пахал В лагере Так трусы Се свинцовые Надел Чтоб импотентом От радиации Не стать Ну Надел И че А на Резинка Лопнула Подходит Пацан К барыге Типа Гранату За пятерку Надо Че Блин Ну ты Гонишь Давай На Держи А он За кольцок А не две сотни Значит Стоит Типа Сталкер У перекрестка В зоне И в натуре Указатели Читают Так будто Он читать умеет Направо Значит Типа Аномалии Вперед Монстры Налево Кабаки И девки Ну че Повалился Вперед Прикидывая Дальше Не кокнут Надо Типа У бугров Будет Спросить Че за ужасы Такие Новые Ощи Непонятные Кабаки И девки Идут В натуре Двое сталкеров Через лес Старый Молодому Тут внезапно Игутарь Типа Давай Чеши Медленно Вон К тому Дереву Ну молодой Почалапал Встал Спрашивает Че дальше А второй Тихо Так походу Спрашивает У тебя там Все пучком Или как Ну типа Пучком Ааа Зашибись Так я и знал Что гнали Про эту аномалию Значит Поцеловались Конкретно В зоне Две Тачидлы Из одной Сталкера Вывали Из другой Короче Пошли тут Терки Разборки Махалова Конкретно А контролер На нычке Сидит И лыбу давит О Зашибись Ща поляна Накроется Не стыдно И братанов Чисто На хазу Позвать Подъезжают К бару Конкретно Два сталкера Один На распальцованной Тойоте Весь при понтах На цирлах Другой На такой Говеной Ниве Расфигаченной Ну крутой Выходит Из тачки И видит Второй Пять минут Дверь Захлопнуть Не может Ну то Постоял Рядом Посмотрел И кореш Ну че ты Паришься Че стремаешься Кого Да тут Вообще Седа Спокойно Я вон Точила Свою И то Не закрываю А мужик Да я Типа Типа Тоже Не закрывал Так Вчера Бюреры На седух Значит Решил Контролер Конкретно Слепого Пса Намострячить На задних Лапах Топать А зомба Рядом Сидит И короче Прикалывается Типа Ты завязывай Все равно Хрен у тебя Че выйдет А контролер Закрой Хлебало Ты сталкер Долбанный Тоже Походу Не особо Слушался Заблудился Сталкер Идет по лесу Значит И кричит Люди Ау Эй Кто-нибудь Вдруг Его шлеп Сзади По плечу Кто-то Он Значит Оборачивается А там Здоровенная Такая Страхолюдная Творюга И говорит Ему печально Ты чего Тут Разорался А Сталкер Так я Это Ну того Заблудился Я Думаю Может Кто-нибудь Услышит Вот и Кричу Творюга Вздыхает Ну я Услышала А смысл Пробуй Значит Контролер Слепого Пса Научить На задних Лапах Стоять Пробует Пробует А зомби Ему и Говорит Да брось Ты это Дело Он ведь Сейчас Не слушается Тебя Нифига И потом Не послушается А контролер Ему Цест Забыл Сталкер Как ты Сам Вначале Выеживался Ну значит Подваливает Один мужик К сталкеру И говорит Эй Друг А достань Ко мне Щенка Псевдо Собаки Сталкер Ему Ты сдурел Что ли Жить надоело Он же тебя В секунду Порвет Да ты Не понял Говорит Мужик Я же не себе Я теща На подарок Заходит Кровосос В бар Кровавую Мэри Мне Ну Бармен Как положено Томатный сок Наливает Сверху Водочкой Покрывает Тот Все это Залпом Выпивает Блюет И все это Летит Бармену В лицо На стойку На бутылке Бармен Это что за дерьмо Тот утерся Обрезик достал Что то странное Вы кровососы стали Вместо крови Вам теперь Сок томатный Подавать А вот за беспорядок Придется Ответить На краю Саркофага Стоят два контролера Первый Так сокрушенно Во блин Штаны Упали Второй Так посмотрел На него И говорит Равнодушно Ну и хрен С ними Тот что первый Со вздохом Таким То ты Оно Приходит Крутой К сталкеру И говорит Достань Мне артефакт Золотая рыбка У всех Пацанов Есть Только я Как лох Так это Он же Радиоактивный Да какая Хрен Разница Радиоактивный Радиопассивный Я же ее Не в трусы Положу А на цепочке Носить буду Встречаешься Двое Сталкеров Слышь А ты Про Васю Ну того Который В детстве Еще хотел Летчиком Стать Знаешь А че с ним Да он Вчера В трамплин Попал Опа Сбралась Можно сказать У человека Заветная мечта Полетел Сталкер Пришел Костоправу Жалуется Доктор Совсем Спать Не могу Как засну Сразу Увидится Будто В саркофаге Меня с кучей Монстров Заперли У-у-у, это у вас, судя по всему, контролер предупреждает. Значит, как в следующий раз в поле пойдете и забудьте бутылку ему оставить, а не то? Благодарю, доктор. Обязательно, обязательно. Да не за что, говорит контролер. Вот за доктора это да, это спасибо. Порадовал старика. Да. Заблудился сталкер. Идет и кричит. Люди, ау, эй, кто-нибудь. Вдруг его шлеп сзади по плечу кто-то. Он оборачивается, а там здоровенная такая, ну, страхолюдная тварюга. И говорит ему печально. Ты чего тут разорался, сталкер? Так я это, того, ну, заблудился я. Думаю, может, хоть кто услышит. Тварюга вздыхает. Ну, я услышала. А смысл? Ну. Сорвался как-то на базе у свободовцев кусок шифера с крыши. Зашибло кого-то. Как всегда, собралась куча народу. Все зачувствуют. Ну да, это же легче, чем шифер нормально прибить. Вот, мол, не повезло мужику. Потом пригляделись. А то не мужик, а зомби. Прямо на территорию забрел. И что, думаете, стали они за голову хвататься и посты усиливать? Нихрена. Стали еще сильнее убиваться. Это ж надо ужас какой. Развелось, мол, тварей. Плюнуть некуда. Так до сих пор и убиваются. Попадает сталкер в ад. Черт при проходной начинает втирать. Как теперь сильно мучиться придется. Сначала, мол, изваляют в дерьме. Потом сунут в чан с кипящей смолой. Потом в горло зальют жидкую серу. Потом тут его сталкер обрывает. Старичок, я понял. Программа стандартная. Лечебные грязи там, ванна. Потом можно завалиться в бар. Ты мне лучше скажи, где на вашем курорте пострелять можно? А то все навыки растеряю. Идет веселый долговец с окровавленной лопатой помахивает. А встречу ему другой долговец. Откуда идешь, браток? С похорон. А че ж такой веселый? Свободовцев хоронил. Ну а лопата почему в крови? Так три раза выкапывались гады. Не разъехались в зоне наемники и бандюки. Ну, повыскакивали, стволы подоставали, пошла пальба. А контролер, что у перекрестка засел, доволен. Вот, мол, как удачно место я выбрал. Давно хотел на настоящие пацанские разборки поглядеть. Заблудился как-то долговец в зоне. Еле живой. Ходит и кричит. Кто-нибудь, спасите, помогите. Честное слово, пить, курить брошу. И даже про свободовца плохого слова никогда не скажу. Дрессирует как-то контролер слепого пса. А рядом зомби стоит и потешается. Контролер обиделся и говорит. Знаешь, сталкер, я, между прочим, еще помню, как ты сам выкабенивался. То не сделаю, это не буду. Я человек, а не крыса подопытная. Решили как-то зомби в футбол поиграть. Разбились на команды, нашли мяч, начали. Ну, в общем, наигрались там, мухайдохались. В общем, пора по хатам. Ну, думают, мяч-то надо забрать, еще ж пригодится. Нагибается один за мячиком, а тот ему и говорит. Эй, братан, да ты че? Не надо, я сам домой приду. Вот как только тело где-то шляться перестанет, так и приду. Идет молодой сталкер по зоне и вдруг видит озеро, которого нету на карте. Он туда-сюда, потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой к нему и спрашивают. Уважаемый, а как бы мне озеро обойти? Тот отвечает. Пошли мне, по дороге я покажу. Ну, идут. А молодой говорит. Вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь. Мужик смеется. А кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров. Мужик задумался и отвечает. Ладно, монстры ж монстры, это понятно. Ну, зомби тоже еще туда-сюда. Ну, а нас-то, контролеров, чего бояться? Встречается два конкретно подсевших зомби. Слышь, мэн, у тебя есть чем догнаться. Йоу, чувак, мне тут один сталкер знакомый такую мощную штуку подогнал. Вообще. Класс, а как вставляет? Да пять секунд и просто отпад. Офигеть, а сильно гребет? Да сталкер сказал, что до полного отрыва башки. Ууу, кайф. А называется как? А называется граната. Встречается, значит, двое сталкеров. Ну, один спрашивает. Слышь, а где Васька? Что-то не видно его сегодня. Второй отвечает. А он за грибами пошел. И далеко пошел. А хрен его знает. Это смотря куда его грибы выведут. Починили свободовцы танка и решили, в общем, повоевать на нем. Ну, там, одного чувака приписали, который когда-то танкистом был. Он им лекцию читает. Ну, говорит народ, скажите мне, что самое главное в танке? Пушка! Ответ неправильный. Броня! Муйня! Ответ неправильный. Эх, салабоны вы, салабоны. Самое главное в танке – это не усраться. Столкнулись как-то кровосос и контролер в подземке агропрома. Кровосос. Ну ты, урод, напугал меня. Контролер. На себя посмотри. Кровосос. Да пошел ты! А контролер берет его под контроль, накипает над лужей. А я говорю, посмотри. Приходит Долгоц в бар после очередного там своего крестового похода. Устали все, как собаки, в кровище, в мыле. Ну, ясное дело, заказывают выпить. Походу командир рассказывает, как там нам удохли с контролером, как зомбарей мочили, как мутантов душили. Тут в помещение комар залетает. Долговцы все как один срываются. И давай всех стволов по нему швалять. Бармен из-под стойки орет. Эй, эй, вы чего? А командир Долговцев. Этих гадов надо маленькими убивать. Пока взрослыми кровососами не стали. Свалился на заброшенном заводе кирпич с крыши и зашиб одного мэна. Народ собрался, переживает. Блин, монстров и контролеров и так хватает. Так еще и кирпичи с крыш летят. Во фигня, не повезло чуваку, ну и так далее. Но один бывалый пригляделся и говорит. Спокуха, мужики, туда ему и дорога. Это ж зомби-бродяжий. А народ еще больше расстроился. Блин, ну что за фигня такая? В зомби поразвелось. Кирпичу упасть негде. Встречается, значит, двое сталкеров. Ну, один спрашивает. Слышь, а где Васька? Что-то не видно его сегодня. Второй отвечает. А он за грибами пошел. И далеко пошел. А хрен его знает. Это смотря, куда его грибы выведут. Один мужик говорит врачу. Доктор, я совсем перестал спать. Вот только лягу, мне сразу же снится, будто я заперт в бункере со стаей кровососов. Так, бросайте траву курить, уважаемый. Пора уже образумиться, не мальчик все-таки. Воздержание, только воздержание от любых галлюциногенов вас спасет. А за доктора спасибо. Меня простого контролера так еще никто не называл. Устроил как-то долг на кордоне жутко секретную засаду и перехватил одного сталкера. А у того полный рюкзак хабара и бадун жутчайший. И чувство раскаяния накатило. Командир, отпусти ты меня. Подговорили мне, что пить вредно, а я не слушался. А ведь верно, да? Если бы я трезвый был, разве сунулся сюда? Вчера ж вся зона видела, как вы на этой тропе засаду устраивали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok